Здравствуйте, друзья! У нас вопрос на канале. Вы видите его, я надеюсь, на своих экранах. И вот у нас Абжан из Алматы спрашивает, что он говорит, что из Казахстана он. И у него есть вот как бы проблемы с выбором специализации, видимо, молодой человек. Он говорит, поступить на Мехмат, либо в МГУ, либо в Новосибирский университет, и в дальнейшем закончить с экономическим уклоном, затем поехать работать в США. Но к 40-45 годам вернуться на родину и продолжать работать в Казахстане. Давайте вот что я вам скажу. Значит, безусловно, если вы в состоянии поступить на Мехмат МГУ, например, это, я так сказал бы, это лучшее естественно научное образование, которое вы можете получить на постсоветском пространстве. Ну вот я так лично считаю, может быть, я ошибаюсь, но вот я так считаю. И это очень непростое место для учебы. То есть там от мозги сильно напряг. Если вы можете, если вы в состоянии, если вас туда примут, безоговорочно поступайте на Мехмат МГУ. Значит, закончить его с экономическим уклоном вам не удастся, поскольку все-таки Мехмат это не экономический, а это механико-математический факультет МГУ. Но другое дело, что применять свои знания вы можете в экономике. У нас, например, есть знакомый. Мы на канале у нас снимали интервью с его женой, которая адвокат. И вот этот знакомый, он, правда, не Мехмат МГУ закончил, он закончил в физтех. И потом учился в Соединенных Штатах в аспирантуре, где же это было? По-моему, в Моцсочесском технологическом институте. И там вот он в экономике специализировался, и он защитил свой Ph.D. Он был профессором в Бёркли, он был профессором в Стэнфорде, и сейчас он в Стэнфорде профессор. Это экономическое светило. Но он занимается тем, что он применяет те математические знания, которые он когда-то приобрел в экономической науке. То есть в этом смысле вы, конечно, можете. Так, чтобы закончить с экономическим уклоном, конечно, вряд ли. Теперь дальше получается штука. Итак, вы закончили МГУ, Мехмат. Поехать работать в США. Я думаю, что именно после Мехмата легче всего поехать работать в США. То есть это как бы вполне реальный план. Но вот следующая часть меня напрягает очень, как нереальная. То есть представьте себе, что вы, допустим, закончили Мехмат МГУ, и вам там 22-23 года. Допустим, в 25 вы приезжаете в Соединенные Штаты. В 20, скажем, там 7 у вас появляется грин-карта. В 32 у вас появляется гражданство. К 45 годам у вас появляется семья, может быть, двое деток. У вас появляется недвижимость. У вас громадная зарплата. Ну, допустим, там 1150, например, в год. И как вы себе представляете вернуться на родину и продолжать работать в Казахстане? Я себе такого представить не могу. То есть я могу сказать, ну, наверное, вот, может быть, там на 10 тысяч человек найдется один, который сможет в такой ситуации поехать там и работать в Казахстане. Вот. Кроме того, мы не знаем, что будет через 25 лет, даже больше, да, там, может, через 30, что будет в Казахстане, что будет в Америке. Да, это очень сложный план. Но если все так примерно идет, как оно сегодня идет, вы просто не сможете. Вот эта часть вам не удастся никак. Хотя я вам скажу, что если даже вам это не удастся, вы уже неплохо, неплохо устроены. У вас все классно в жизни. Теперь, второй вариант, говорите вы. У нас в Алма-Ате есть Международная школа экономики. Там студенты учатся по дистанционной программе London School of Economics. Это кидалово. Ну, то есть, это хорошо, чтобы молодым людям голову морочить и какие-то понты кидать, и говорить им, мы хоть и в Казахстане, но мы лондонская школа, там, все дела, мы на английском языке, там, и так далее. Это ерунда. То есть, никакой ценности в этом дипломе нет. Это программа, аналог МИЭФ. Что это такое? Московский институт экономики и финансов, наверное, что-нибудь такое. В Москве. Боже ты мой. Ну, какой институт. Обучение полностью проходит на английском языке. Это самая сложная программа в Казахстане, потому что на курс набирают 50-70 человек, но заканчивают ее 3-6. В частности, вот эти цифры говорят о двух вещах. Первое. Я подозреваю, что очень многие люди, со временем, став немножко старше, вот, допустим, выйдя из школьного возраста, начинают понимать, что это все никому не нужно, и они не получат того, что хотят, и они просто уходят. Второй момент, который из этой статистики следует, это то, что если из 50-70 остается там 3-6, это значит, что у вас вероятность закончить эту программу меньше 10%. Поэтому я бы не стал вот идти на такое. Что же такое, меньше 10%? Даже мехмат МГУ не все заканчивают. Я вам скажу больше, в наше время, не знаю, как сейчас, многие в психушке заканчивали после мехмата МГУ, или там недоучившись на мехмате МГУ. Это очень серьезное дело. Но после окончания всех выпускников этого факультета с радостью берут в иностранные или нефтегазовые компании. И это вам говорят те люди, которые хотят, чтобы вы поступили туда. И деньги заплатили, и так далее. А когда пройдет год, и вы поймете, что это неправда, вам сказали, вот тогда вы и станете частью всей остальной статьи. С радостью берут кого-то, кто заочно учился по дистанционной программе. Не смешите мои тапочки. То есть я за ноги не держал, я свечку тоже не держал. Но послушайте, мы же взрослые. Но я взрослый, я не могу такое принять. Понимаете, мне так не серьезно. Я рассказывал историю, у нас училась девочка, ну ее уже было лет 26, когда она приехала, она приехала из Нижнего Новгорода. И образование у нее было, какой-то местный университет, она заканчивала по международным отношениям. И я ее в аэропорту встретил, она приехала как победитель Гринкарт-лотерея, я ее посадил в машину, мы с ней едем. И я ей говорю, ну там, расскажи, да, вот такая уже у нас беседа идет. И я говорю, ну образование какое? Она говорит, вот, закончила университет, я говорю, а специальность? Она говорит, международные отношения. И я ей говорю, так ты что думала? Вот ты сейчас там в Екатеринбурге, или там в Нижнем Новгороде, сейчас ты закончишь местный университет, и тебя что, в консулат какой-нибудь российский пошлют, или там в посольство? Она говорит, ну да, нам же сказали, что мы учимся по программе МГИМО. Понимаете? Я еще поразился, что все-таки у нее же родители есть, но я понимаю, 17 лет ребенок она не понимает, но родители. Поэтому, вот это из той же области. Некоторые студенты получат грант на обучение в магистратуре, в топовых университетах Англии. Ласточка моя, после обучения удаленного получить грант в топовые университеты Англии? Да вы чего? Теперь вопрос такой. Если я пойду по первому варианту, то есть Мехмат, США, буду ли я иметь больший вес на рынке труда, чем если я пойду по второму варианту? Вы по второму варианту вообще никакого веса иметь не будете. Просто никакого. В то время, как если вы пойдете по первому варианту, закончите Мехмат, МГУ, в любой точке земного шара вы будете на ура. Мы это видим, я не то, что там от болты, я вижу ребят, которые оттуда. И как их... Так, если вы не знаете, как ответить на мой вопрос, прошу вас спросить у ваших знакомых. Да что там, вопрос у вас несложный. И я вам скажу, самая большая сложность этого всего состоит в том, чтобы, возвращаясь к началу, поступить на Мехмат, МГУ. Новосибирске, если Москва, ну хотя бы Новосибирск, тоже очень приличный университет. Очень приличный университет. Из московского, конечно, у вас будет больше, что ли, возможностей, ну чисто физически, вот скажем, контактов больше. Вот, в этом смысле. Так что, да, тут, знаете как, это все равно, что вот, что лучше, быть богатым и здоровым, или там бедным и больным. Значит, я выбираю, и вам советую, быть богатым и здоровым. То есть учиться на Мехмате, МГУ, или Новосибирского госуниверситета, очень прилично. И главное, хорошо учиться, а не так вот, просто корочкой махать. И захотите вернуться к 40-45 годам на родину, не дай бог, возвращайтесь, я думаю, что никто вас там не обидит. Хотя, конечно, нафиг вы там никому не нужны в этом возрасте. Ну, на сегодня, вот если бы вы уже были 40-45, и со всеми делами, и вдруг бы у вас что-то такое в голове повернулось, чтобы туда поехать, значит, я подозреваю, что вы нафиг там никому не нужны. Поговорите с вашими родителями, поговорите с людьми, которые, так скажем, 40-45, и они вам скажут, значит, на что там пригодится специалист вот такого возраста, который не имеет позиции в клановых структурах, которые вас куда-то там поставят на должность, и вы будете там сидеть таким баем, и бабло, значит, собирать. Вот, поэтому, в общем, мое понимание такое. Я извиняюсь, если я там кого-то, может быть, огорчил там тем, что я говорю. Ну, вот, я правду говорю, и в том смысле, в каком я ее понимаю. Я не не прикидываюсь, не валяю дурака, и не пытаюсь ввести вас в заблуждение тем, чтобы, значит, политкорректненько, там, плохие вещи называть, может быть, не такими плохими, а хорошие вещи, может быть, они уже и не такие хорошие, там, и так далее. Вот, вы меня спросили, я вам ответил, я вам желаю больших успехов, вы, как бы, я так чувствую, еще молодой человек, в университете не учились, там, собираетесь поступать. Лучший совет, который я вам могу дать, значит, еще раз, если вы сможете поступить на МИХМАТ, МГУ, Московского госуниверситета или Новосибирского, лучшей карьеры я вам не пожелаю, и своим бы детям не пожелал, вот, если бы мы жили там, вот, с вами одновременно. Счастливо, и всех вам благ. Спасибо. Продолжение следует...